В Сыктывкаре раскопки. Нет, не найден очередной скелет динозавра, никаких сокровищ глубоко под землей. Дело в трубах и ямочном ремонте. Но не всех сыктывкарцев устраивает, как теперь организовано автомобильное движение. Мэр Владимир Голдин даже получил предостережение прокуратуры за то, что администрация плохо информирует о перекрытии артерий. Проехалась по перекопанному городу Анна Зубарева. Комплексная работа по замене ветхих коммуникаций и ремонту дорог продолжается. Перекопанные улицы создают пробки, особенно в час пик. Тем не менее, ресурсники планируют за лето обновить 12,5 километров тепловых сетей. Сегодня перекопан буквально весь центр города. На улице Первомайской, Ленина и Советской тепловики полностью меняют трубы, арматуру и теплокамеры. Есть отставание от графика. Кстати, люди относятся к раскопкам по-разному. Не одобряем. Движение водителя, вот это вот. Садись, как даже на такси сажусь и уже проблемы. На, так надо. Конечно, что-то. Без этого ничего не получится, если не ломать. В принципе, не мешает проходить удобно. Относитесь как к положению? Я положительно живу в соседнем доме, шумом не мешает. Ну, какие-то есть, бывают неудобства, да, там автобусы. Но он не весь перекрыт, местами же объезды есть. Нас оградили в проезде ровно в два раза, а машинопоток не изменился. Опять же, в утренние часы, когда мы едем в садик, детей привезти, мы опаздываем в садик привезти детей, потом на работу опаздываем. Потом стоим в пробках, а сейчас обещают июль, август, жаркую погоду. Это мы должны стоять в пробках, в сан-сампек с детьми, а у детей может быть тепловой удар. Не у каждой машины есть кондиционер. Прокуратура Коми установила, мэрия не обеспечивает своевременное и достоверное информирование об изменении схем движения транспорта. Также без организации альтернативного варианта движения возникает высокая транспортная нагрузка. Она влечет рост социальной напряженности среди людей и провоцирует нарушение правил дорожного движения. Мое предложение хотя бы открыть улицу Кирова, но чтобы была прямая дорога до улицы Кутузова, чтобы с орбиты люди спокойно могли по Кирову проехать до лесозавода. Это снизит нагрузку. Работы на дорогах будут идти все лето, так что горожанам стоит набраться терпения. Всего же в этом году в столице республики приведут в порядок 21 улицу. Затраты больше 600 миллионов рублей. Анна Зубарева, Павел Люлянмин, телеканал Юрган.